продолжим значит здесь у нас белые сливки вот такой кусочек у меня цвет топленое молоко плотненькие кажется что рыхленькие давайте погрызем я пишу а итак что касается белых сливок сливки белые я люблю мягкие комфортные для зубов хорошо откусываются ведут себя также как и предыдущие сорта то есть откусываешь суховато затем очень быстро намокают и превращаются в залипучую массу они залипают залипают хорошо вкус имеет мокрой земли мокрой пыли для меня имеет еще вкус сырости и мокрой побелочки поскрипывает есть незначительный скрип и сейчас будем снимать мы залипание мокрым стройматом так следующая у нас розовая башкирская розовая мне натали ложил бонусом я ее заказывала еще у елены обзор у меня есть на канале давайте пробовать очень такая плотная она зачищенная прям рукав гладкая гладкая а в разрезе вот давайте пробовать так 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 Продолжение следует... Вот видите, рядом лежит татарская роза, и они похожи. Они по вкусу похожи. Розовая. Чуть-чуть посветлее татарская роза. Чуть-чуть прям посветлее. Сорт плотный. Откусывается среднее даже от такого кусочка. От большого куска, я думаю, невозможно будет откусить. Глухо хрустит. Этот сорт имеет яркий вкус. Вкус схож с татарской розой, как я уже сказала. Вкус мокрого леса, мокрой древесины, мокрой травы, разнотравия. Вот прям вот... Яркий вкус, мокрый лесной почвы. Чистая, не скрипит. Классный сорт. Залипание снимаем. Наши ш cars. Залипание снимаем. Залипание снимаем. citание снимала. Залипаниеεeral. Залипание. так следующий у нас с вами блеск блеск вот такой красивый разноцветный от молочного с такими оранжевыми прожил очками желтыми красивый сорт плотно чувствуется что очень плотно давайте погрызем потом напишем так что по поводу блеска очень плотная откусывается средним с глухим хрустом поначалу сухая что не свойственно в принципе как бы для башкирских сортов но некоторые сорта встречаются сухие так в основном они все жирные поначалу сухая при намокании конечно превращается в жирный комок который хорошо залипает кузбам для меня это меловой сорт потому что хорошо чувствуется вкус мокрого мела пыли мокрые извести мокрой земли есть незначительный скрип прикольный сорт и слегка она вяжет рот вот ее нужно закусывать сухим сорт перебивать так следующий у нас руслан до руслан такие кусочки все руки ну то есть он бывает от бледно-бежевого такую слоновая кость с такими желтыми вкраплениями тоже достаточно плотный но откусывается он легко погрызем я пишу залипает он сильно а а а и сорт руслан я его люблю хоть он на вид и плотный но откусывается он легко и при укусе он расслаивается он слоистый прям распадается на пластиночки поначалу жуется сухо затем намокает при намокании образует такой тугой жирный комок который при разжевывании очень сильно залипает чистый сорт чистый вот ни разу мне не попадался руслан скрипучий сорт чистый и вкус у него обалденный вкус поначалу вы чувствуете сухую пыль сухую известь затем при намокании открывается яркий вкус разнотравия мокрой земли мокрой пыли и слегка слегка с такой знаете легкая послевкусие сырости вымотого подъезда классный сорт но его обязательно нужно цилипание снять то Продолжение следует... Так, дальше у нас с вами мрамор красный. Ну, он такого розоватого оттеночка, очень плотный. Вот такой вот. Знаете, у него цвет такой пыльный чайной розы. Скрепить, зараза. Мрамор красный не входит в список моих любимчиков. Мало того, что структура у него плотно откусывается с глухим хрустом. Он скрипит ощутимо. И у него вкус яркий, хозяйственного мыла. Он поначалу сухо жуется, и при намокании вот эта вот нота хозяйственного мыла в перемешку с пылью мне не очень. Не люблю я этот сорт. Нужно перебить его. Доброе утро. Так. 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 это кажу при намокании в залипательную резку превращается так следующий у нас розовый кварц у розовый кварц но не розового цвета с розовыми я бы сказала так разводами у меня маленький кусочек остался а цвет у него топленое молоко слегка серым по тонам плотная в руках суховато ощущается сейчас попробуем но тоже по моему он очень скрипит так розовый кварц тоже не входит в список моих любим любимых сортов крепит поначалу сухо живется причем так я бы сказала долго сухо живется для башкирского сорта а затем растворяется в такой нежный кремушек который образует и риску залипает суховато вяжет рот вкус сухой пыли сухой извести я бы сказал сухой придорожной пыли то есть суховатый сорт для башкирских сортов конечно не хватает нем жирности убрать бы скрип с нее было бы здорово так это вообще не мое дальше татарская роза татарскую розу я люблю у нее цвет я не скажу что у нее цвет пыльные чайные розы но у него цвет такой капучино коричнево приглушен на коричневый такой постельный причем если розовая на реальность розовинка то здесь нет здесь вот без такая слоистая плотная ммм 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 так татарская роза татарскую розу я люблю сорт плотный от большого куска будет очень неудобно откусить в то же время она слоистая откусывается на плотно средне с таким глухим хрустом сорт абсолютно чистый и как по мне лично для меня это вкус мокрого мокрого чернозема в перемешку с мокрой землей с леса там и травы чувствуются и пыль чувствуются и подвальные нотки сырости чувствуются классный сорт татарскую розу я люблю у нее прикольный вкус мокрого разнотравия так а розовый кварц мы пробовали следующее у нас лесная белая вот такие пластиночки она бывает разные бывают большие пластиночки цвет слоновой кости с такими желтенькими разводами скажу сразу это прям лесная белая как по мне очень похоже на стану так лесная белая плотная откусывается с грухим с глухим хрустом чистый сорт и как по мне вот белые сорта они отличаются своей меловой известковой ноты она слегка похоже на стану сильно залипает поначалу суховато затем прям жирный жирный комок это для меня лично мокрая по белка мокрый мел вкус свеже побеленной стены слегка пыльный и послевкусивание конечно мокрой земли такой не мокрый а влажный прикольный сорт кто любит астану вам зайдет